Навальный стоил мне жизни моего нерожденного ребенка, и мне самой, и всей нашей семьи. Наш отрез может за одну минуту уронить банковскую систему США. Иначе мы устроим вам геаном, и ваши мамки будут плакать. Что-то сломалось, вернемся через минуту. Ось, что бывает, когда не вчасно выпил пигулки и посмотрел фильм «Матрица» через годы 25. Божевельные загоны Путіна тепер стали киберзагонами. Схиблені пенсионерки погрожую зламати банковскую систему США за одну хвилину, если Захід будет вмешиваться в выборы на их болотах. Киберотряды Путіна. И это официальное обращение ко всем мировым хакерским синдикатам. Особенно пиндосовские. И даже не пытайтесь вмешиваться в выборы президента России. Иначе мы устроим вам геаном, и ваши мамки будут плакать. Это не скам, все серьезно. Наш отряд может за одну минуту уронить банковскую систему США. Но она и сама с этим неплохо справляется. Если даже попытаетесь хакнуть нашу систему, Петровна пофиксит это и засеявит нашего кандидата. Мы за честные выборы. А если кто-то послушается, мы заспамим тебя ватсапи открытками. Ну, шиза, что тут скажешь? А я зараз вам разповім, звідки НАТО готувало нападение на Россию. Ну, дело в том, что то, что происходит с Украиной, это закладывалось гораздо раньше. То есть проблемы с производством вооружения в Европе были еще до начала СВО. Дело в том, что когда НАТО не распустили после 91-го года, европейские страны участвовали во многих военных конфликтах, в которых повреждалась в том числе и техника, и так далее, и на учениях. И эту технику нужно было ремонтировать. Показатели исправной техники по отношению неисправной были такие там 60-70%. Об этом писали еще в 2008-м, в 2005-м году. А тут началось СВО, и надо эту технику отдать Украине. Но отдавать там из того количества, которое еще было способно. Германия пыталась, например, отправить технику, запустив ремонт. Ее отремонтировали и отправили. Но дело в том, что ремонты они свои производили путем каннибализма. То есть с одного танка перекидывали на другой. И вот сейчас получилась такая критическая ситуация. Но тем часом мать Алексея Навального записала звернение до вбивки своего сына с вымогою выдать тело на похорон. За моей спиной находится колония К-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день, я не могу увидеть его. Мне не вдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. За информацией разных джерел, Кремль может взагалі не видать тело засудженного за тероризм. Їм має право розбережатися держава. Адже перед выборами диктаторська влада, ну, дуже побоится публічного похорону. Розумієте? Навальный уже помер, але для Путіна він все еще небезпечный. Ось тут бобридочка Симонян вирішила звинуватити вже покиного Навального у втраті своєї ненародженої дитини. Навальный стоил мне жизни моего нерожденного ребенка, и мне самой, и всей нашей семьи. Это было горе, трагедия для земли, для семьи, как любая подобная потеря. Я была беременна. Они готовили против меня очередной какой-то, не знаю даже, как это назвать, ну, какое-то ведро помоев. Ладно, бы еще правду, безусловно, вранье, как они всегда делают, что я рожала в Штатах, где я, конечно же, не рожала. Я и в страшном сне не собиралась рожать, даже голубу-то не пришло. Что весь трафик на Rush Today – это трафик, который мы закупаем. Осталось только написать, что на этих я снимаюсь, а Тигран – режиссер. Это вот вишенка была бы на торте. И беременность была у меня тяжелая, была угроза выкидыша. Я об этом публично написала, и я знаю, что они об этом знали. Просто попросила, что ли, насколько можно таких людей просить, дайте мне родить, а там уж, пожалуйста, продолжайте поливать помойми. Ну, они не стали ждать, выкатили это все. Я разнервничалась, у меня случился выкидыш. Ребеночек мой, я даже не знаю, мальчик был это или девочка, не родился. Виновник этой трагедии в нашей семье умер. Все, что я могу по этому поводу сказать, теперь с ним будет разбираться Господь. Конечно, удивительна реакция на эту смерть. Ну, понятно, нужно было не гадать, и так очевидно, что западники сразу, я даже тотализатор такой внутренний объявила, кто первый обвинит Путина, кто первый напишет, что это политическое убийство. Но то, как бойко появилась на Мюнхенской конференции жена Навального, как она улыбалась, как у нее даже тушь не потекла. Посмотрите на эти кадры. У женщины пару часов назад умер муж. Внезапно умер муж. Ну, я не знаю. А еще пропагандисты спробовали отбелить Путина и его режим после смерти Навального. Кремлский пропагандист Владимир Соловьев запевняет, что это было выгодно самим опозиционерам, а не российской владе. Особенно на тлее шалено позитивной хвиле после интервью Такера Карлсона с Путином. Еще вот есть такая тема, которую я не могу пройти мимо. Вот я смотрю, у нас оппозиция все-таки не оппозиция. Это сектанты. И вот смотрю на них, при этом у них признаки такой абсолютной, я бы сказал, тоталитарной секты. Конечно. Всегда такими были. При этом никто не задает разумных вопросов, никто не хочет дождаться результатов расследования, никто не хочет понять, что позашло. Это ты про Навального сейчас? Ну да. Еще человек... То есть данных ноль. Я очень плохо верю в случайности. Но когда это происходит в день открытия Мюнхенской конференции, когда там оказываются все главные сектанты, когда у всех оказывается заготовлены некрологи, когда у всех оказывается заготовлены обвинения, кому это выгодно, когда бешеная реакция позитивная на интервью с Тахером Карлсоном, и надо просто перебить волну. То есть последнее, кому случилось, может быть выгодно, это российская власть и Россия. Боже, что они палят? Они боялись встречи с защитниками. Российская пропаганда каждого дня, просто каждого пачками, выгадывает вот такие вот сюжеты, истории про авдейских ждунив. Сытная еда, горячий чай. Такого обеда у Владимира не было давно. Чай, я имею в виду теплая еда, хоть поспать можно, я имею в виду, хоть немножко поспали, а то отдохнули, а то там холодно. В его дом прилетел снаряд. Во время начавшегося пожара он успел вытащить с девятого этажа мать и побежал спасать людей из-под завала в соседней больнице, куда также ударила украинская артиллерия. Прилетела ракета, ну и получается, что этих человек, они заскочили внутрь, и перекрытия упали, сложились, и их задавило там, похоронило Сашу. Юдины выбрались из Авдеевки всей семьей, двое взрослых сыновей и пожилая мать. Последние несколько месяцев, после того, как их дома не стало, они провели в подвале. На улицу не выходили, боялись встречи с защитниками, солдатами ВСУ. Мы даже печку не запили днем, а запили только ночью, когда уже темно начали. Сейчас, ну, полвосьмого, восемь, запили печку, потому что дым они не видали. Во время нашего разговора с Ниной Васильевной ей смогла дозвониться сестра из Янакиева. Связей в Авдеевке нет давно, как и тепла, воды, электричество. Первые, самые важные слова. У каждого из этих людей своя история, почти десятилетние блокады. Сходство одно, каждый потерял родных и близких, тех, кто не смог пережить ужасы киевского режима. У Нины Васильевны от инфаркта умер муж. Сына Ирины Михайловны избили ВСУшники за то, что не пропустил их без очереди в магазине. ВСУ превратили Авдеевку в один огромный укрепрайон оставшихся мирных жителей. Ось навіть проговорився зэдпатриот. Александр, ну, с освобождением Артемовска прошло уже почти 9 месяцев. Там что-то похожее начинается на какую-то мирную жизнь. Аспект боёв мы регулярно рассказываем, а вот по поводу жителей не так часто, к сожалению, в том, что боевые действия идут. Мирных жителей там нет вообще. А ось, що відбувається в прямому ефіре, якщо навіть техника не витримує бреда и долечки Скобеєвої про беженцев попёрли с территории Евросоюза. Слишком много едят. Посмотрите. Беженцы, смотрим на них. Что-то сломалось, вернемся через минуту. Друзі, на цьому все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и чекайте наступный выпуск.